Всем привет! Сегодня мы действительно будем говорить про безопасность, в частности, про XSS-уязвимости, про то, как их искать в продуктах, что это вообще такое. И если вы заранее никогда не встречались с тестированием безопасности, с поиском XSS-уязвимости, не переживайте, я буквально с нуля все расскажу, все разложу по палочкам. Ну, давайте начинать, наверное, тогда. Вообще, наверное, представьте сначала, меня зовут Ваня Румак, и я действительно занимаюсь безопасностью в контуре. Я что делаю? Я проверяю новые сервисы контура на уязвимости, в том числе на XSS-уязвимости, и, собственно, завожу баг-репорты, также предоставляю консультации разработчикам по тому, как починить ту или иную уязвимость, и как сделать, чтобы эта уязвимость не возникла в следующий раз. Ну и в целом, я думаю, как улучшить ситуацию, вернее, как сделать так, чтобы уязвимости даже не возникали вообще, и как исправлять их эффективнее. И давайте, наверное, я еще расскажу, почему вообще возник этот мастер-класс. На самом деле в контуре действительно много тестировщиков, и в какой-то момент мы поняли в отделе безопасности, что тестировщики, им интересно тестировать безопасность, и они действительно хотят научиться искать уязвимости. Но возникают проблемы. Они не знают, у тестировщиков нет понимания, что конкретно им нужно сделать для того, чтобы начать тестировать безопасность, в частности, искать XSS-уязвимости. Также им это кажется сложным, и очень тяжело найти какие-то хорошие материалы по изучению, собственно, тестирования безопасности. И все в целом это отбивает желание даже начинать погружаться в эту тему. Соответственно, этот мастер-класс, этот воркшоп сделан как раз с целью, чтобы из тестировщика, который только хочет научиться искать баги, и довести его до уровня, когда эти баги он сможет искать и будет уверен в себе. О чем я буду говорить? Во-первых, что такое XSS-уязвимости. Расскажу, как искать XSS-уязвимости. Мы также будем немножко читерить и придумывать универсальный способ поиска XSS-уязвимостей, чтобы буквально все максимально шаблонизировать и расписать наши действия в конкретном порядке, что делай А, делай Б, получил С, значит, есть баг. Не получил С, бага нет. И зачем это нам нужно? Очевидно, вам это нужно для того, чтобы получить полезный навык, чтобы добавить пунктик в резюме, наверное, кому-то. Но это неплохо, потому что продукт, который тестирует тестировщик, умеющий тестировать безопасность, он по умолчанию будет безопаснее, чем продукт, который тестирует тестировщик, не умеющий тестировать безопасность. Поэтому тестировать безопасность всегда выгодно, по крайней мере, уметь ее тестировать. И как раз этим мы будем учиться. Этому мы будем сегодня учиться. Ну и начнем с описания. Что такое XSS-уязвимости? XSS расшифровывается как cross-site scripting. И, по сути, эта уязвимость, она заключается в том, что злоумышленник получает возможность выполнять какой-то произвольный JavaScript-код в браузере жертвы, который сидит, не знаю, в любой дистанции, в нескольких километрах. Что это позволяет? Это позволяет красть информацию жертвы, совершать всякие... Грубо говоря, делать все, что умеет делать JavaScript. Как злоумышленник может это воспроизвести, мы сейчас посмотрим. Вообще, для начала, давайте вспомним, как можно вызывать JavaScript из HTML-странички. То есть, я думаю, вы все знаете, что когда мы тестируем веб-приложения, все, что мы видим в браузере, это на самом деле является HTML-страничкой. Эта HTML-страничка также где-то генерируется, в нее подставляются какие-то параметры. И также эта HTML-страничка, она может выполнять JavaScript-код в браузере. И вызывается JavaScript из HTML несколькими способами. Первый способ — это используя тег-скрипт, вернее. Все, что внутри между открывающим тегом скрипта и закрывающим тегом скрипт, оно будет, собственно, воспринято браузером как JavaScript, который надо выполнить. Также JavaScript может выполняться, если были вызваны какие-то обработчики событий, например, onError. Вот во втором примере с картинкой можно увидеть, что мы создаем тег-картинка, мы добавляем ему атрибут onError, что означает, если эта картинка не прогрузится, то браузер выполнит следующий JavaScript. И указываем источник этой картинки x, то есть несуществующий источник картинки. Соответственно, каждый раз, когда эта картинка будет рендериться в браузере, будет возникать ошибка прогрузки этой картинки, и, соответственно, срабатывать обработчик событий onError. И, соответственно, наш JavaScript-код будет выполняться. Также JavaScript может выполняться при клике на ссылки, на обычные самые гиперссылки, но если эти гиперссылки введут на протокол JavaScript. То есть мы знаем, что у нас могут быть ссылки HTTPS, example.com. У нас также могут быть ссылки, которые будут иметь значение, JavaScript, двоеточие, и какой-то JavaScript-код. И при нажатии, если обычная гиперссылка вас перекинет на какой-то сайт, то при нажатии на ссылку со схемой JavaScript у вас тут же выполнится какой-то JavaScript. Также при прогрузке таких тегов, как iframe, audio, video, если в источнике указан протокол JavaScript, собственно, при рендере этого элемента браузер тут же выполнит этот JavaScript-код. Ну, на этом все. В принципе, самые базовые вещи мы посмотрели. И теперь стоит упомянуть, что на самом деле в веб-приложениях XSS-уязвимость — это самая популярная уязвимость, которая вообще встречается в вебе, и к ней действительно потенциально может быть уязвимы 95% и больше веб-приложений. И в то же время, чтобы найти XSS-уязвимость, вам абсолютно не нужно обладать никакими специальными навыками, достаточно лишь просто знать методологию, как искать эту уязвимость, как отличить место, где она есть и где ее нет. И в то же время она остается серьезной уязвимостью, потому что, как я уже сказал, эта уязвимость позволяет удаленному злоумышленнику эксплуатировать, собственно, ваш браузер, грубо говоря, ваш, выполнять в вашем браузере произвольный JavaScript на каком-то сайте, которым вы пользуетесь, и этим JavaScript серьезно навредить вам. То есть, несмотря на то, что уязвимость распространенная, то, что ее относительно просто искать, она остается довольно серьезной. И почему вообще XSS возникает? Как злоумышленник получает возможность, собственно, у удаленной жертвы выполнять какой-то JavaScript? Ну, давайте посмотрим. Во-первых, как я уже говорил, все, что мы видим в вебе, веб-приложениях, в браузере, это, по сути, HTML-странички. И вы часто видите в веб-приложении свою информацию. Например, вы регистрируетесь в каком-то приложении банковском, при регистрации вы указываете свое имя, фамилию, и вы ждете, что далее, когда вы будете пользоваться этим банковским веб-приложением, в вашем личном кабинете будет отображаться ваше имя-фамилия, которую вы ввели при регистрации. Собственно, все уже к этому привыкли, потому что так, по сути, работают абсолютно любые веб-приложения. Но на самом деле для того, чтобы показать вам ваше имя в HTML-страничке, разработчику нужно подтянуть, собственно, ваше имя и вставить его в какой-то шаблончик, который заполняется данными из базы данных. Ну, грубо говоря, ваше имя-фамилия лежит в базе данных, и разработчику нужно решить задачу, чтобы показать каждому персонализированную страничку. Для этого он что делает? Он, собственно, делает HTML-шаблон, и в этот HTML-шаблон подтягивает данные из базы данных. Соответственно, каждый раз каждый пользователь будет видеть уже финальный вариант шаблона, когда он заполнится данными из базы данных, и будет видеть всегда свою страничку, свой личный кабинет. Как раз вот одно из этих мест, когда мы можем как пользователь внести данные в приложение, приложение их положит в базу данных, и далее из базы данных оно будет подтягиваться в HTML-страничку, на вот этом моменте уже может возникнуть CSS-уязвимость, которая называется stored.xss. Почему stored? Потому что она хранимая. То есть мы как бы сохранили данные в базу данных, и дальше эти данные нам просто возвращаются из базы в страничке. Также мы можем отправлять какие-то... Вернее, мы можем использовать какие-нибудь URL-параметры в наших страничках, и значения этих URL-параметров, они также могут вставляться в шаблон HTML-странички, который написал разработчик. Это уже будет называться reflected.xss, потому что наш параметр как бы отражается в страничке. То есть, по сути, любое место, где какие-то наши пользовательские данные, вернее, данные, которые мы можем контролировать как пользователь, попадают в HTML-страничку, которую затем мы видим перед собой в браузере, все эти места — это потенциальные места для возникновения CSS-уязвимостей. На самом деле причин для CSS очень много. Допустим, взять, например, какой-нибудь Flash Player, во Flash Player могут быть уязвимости XSS. Их очень много, но в рамках этого курса мы посмотрим два типа XSS — это вот stored и reflected. Это самые распространенные типы XSS, которые встречаются, и поэтому мы просто не будем обращать внимание на другие типы, которые крайне редко встречаются, а посмотрим самые основные. И для живого примера давайте посмотрим на страничку, которую все, наверное, знают здесь, кто присутствует. Это, собственно, главная страничка ВКонтакте. Когда мы впервые заходим на страницу ВКонтакте, что мы видим? Мы видим, что у нас есть функционал регистрации, мы можем зарегистрироваться. Дальше мы ждем, что... Ну, мы введем имя, фамилию, и это имя, фамилия, она же наверняка где-то будет использоваться затем. Поэтому что мы сделаем? Мы захотим проверить, уязвима ли вот эта вот формочка, вот этот функционал регистрации и все последующие HTML-шаблоны, которые заполняются этими данными, к XSS, заполнив их вот такими данными. То есть если я регистрируюсь ВКонтакте со своим обычным именем, я просто ввожу Иван Румак. А если я хочу проверить этот сайт на безопасность, я к Иван добавляю скрипт или R-скрипт, к фамилии Румак я добавляю тоже скрипт или R-скрипт. Как мы понимаем, этот текст-скрипт нужен для того, чтобы вызывать, собственно, JavaScript из HTML. И вот здесь вот как раз возникает такая ситуация, когда вроде бы с одной стороны мы даем просто текст, мы не даем HTML, мы просто даем какой-то текст веб-серверу. Дальше этот веб-сервер может вставить этот текст в HTML-шаблон, и если этот текст не будет никак обработан, а просто вставится в HTML-шаблон как HTML, вернее, вставится в шаблон как HTML-код и вернется нам в браузер, то этот HTML-код выполнится. И, соответственно, получается, что мы внедрили лишний текст-скрипт, и он выполнится. Схема примерно такая. Мы при регистрации указываем имя-фамилию, Иван-скрипт-алер-скрипт, румак-скрипт-алер-скрипт. Мы нажимаем зарегистрироваться, и эти данные, они приложением отправляются в базу данных. Дальше что происходит? Когда разработчику нужно показать мою страничку, мой профиль, он написал, что разработчик написал HTML-шаблон, но таким образом, что вот при открытии этого шаблона на серверной части в него подтягиваются, собственно, вот эти имя и фамилия, которые когда-то были сохранены в базу данных. И вот здесь вот как раз этот шаблон, уже отрендеренный, уже вот финальная вот HTML-страничка, которую мы в браузере видим, она отображается у нас в браузере. И браузер не может отличить, какой HTML-код был изначально в HTML-шаблоне, потому что это все на стороне веб-приложения, и какой HTML-код был внедрен нами, собственно, нашей строкой, которая сохранилась в базу данных и затем в этот шаблон вставилась. Поэтому браузер выполняет просто все, что ему пришло от сервера в качестве HTML-странички. Напомню, что HTML-страничка, которая приходит от сервера, она уже полностью отрендерена, отрендерена, и все эти placeholders заполнены, все имя-фамилии подставлены, соответственно, наш скрипт или наш скрипт выполняется. И мы получаем возможность выполнять JavaScript-код у всех, кто, грубо говоря, зашел на мою страничку ВКонтакте. То есть, если подумать, такой тип XSS будет называться stored, потому что мы как бы сохраняем нашу имя-фамилию, и дальше оно попадает в страничку, выполняется как HTML, соответственно, мы видим окошечко alert, грубо говоря, или какое-нибудь другое выполнение JavaScript-а. Но на самом деле, когда мы являемся тестировщиками и понятия не имеем о том, как вообще устроена схема передачи данных от регистрации до вывода в страничку, мы вообще ничего не знаем. Все, что мы знаем, это то, что мы можем догадываться, но все, что мы знаем наверняка, это то, что мы можем указать в каком-то месте нашу имя-фамилию, и затем это имя-фамилия нам будет встречаться в приложении просто потому, что мы когда-то это ввели. То есть, мы не знаем, каким образом оно попало в базу данных, вообще попало ли оно в базу данных, может, оно в памяти сохранилось, эта строчка. Но на самом деле, даже без знания того, как все устроено, нам уже достаточно, собственно, вот этой информации для того, чтобы начинать искать XSS-уязвимости. То есть, нам достаточно иметь какое-то поле, куда мы сохраняем данные, и какое-то место, где эти данные потом выводятся. Здесь с описанием XSS я заканчиваю. Надеюсь, что всем понятно. Если кто-то еще не понял о том, что такое XSS, про механику уязвимости, пожалуйста, пишите вопросы. Я постараюсь ответить. Давайте, наверное, Дима. Дима на месте. Дело в том, что вопросы, которые уже задали в чате, ответил на них Леша. На все. Хорошо, давайте минуту подождем. Если кто-то пишет сейчас в процессе написания вопроса, мы дождемся его и через минуту продолжим. Да, ребята, не стесняйтесь писать вопросики. Даже если вопрос покажется вам очевидным, почему бы нет. Возможно, вы задаете вопрос, который в голове у других людей, а Ваня возьмет и красиво ответит. Он сидит и ждет. Да, я вообще жду. Это правда. Вот три человека уже. О, Ваня, как можно защититься от сторот XSS? Да, как я уже упоминал вскользь, я упоминал тот момент, что когда ваша строка подтягивается из базы данных в шаблон, и разработчик не подумал о том, что в этой строке могут содержаться HTML теги, и возникает XSS уязвимость. То есть можно взять прямо противоположный сценарий, когда разработчик подумал, что так, ну вот у меня тут какое-то поле, и пользователь туда вводит какой-то текст. А что если в этом тексте будет HTML-код? В таком случае используют такой механизм, называемый санитизация. Что это? Это, по сути, функция, которая обрабатывает текст и заменяет все угловые скобки, все кавычки. Соответственно, после того, как ты обработал пользовательскую строку, заменил там все угловые скобки, все кавычки, все, не знаю, какие-нибудь еще специальные символы, и вставил себе в шаблон, то браузер, он не будет рендерить это как HTML, потому что символы были заменены, и синтаксис, собственно, HTML, он нарушился, грубо говоря. Вот. Далее я буду рассказывать про то, вообще, что такое санитизация. Я покажу на конкретном примере, как определять, что такое санитизация, ой, вернее, как определять, где есть санитизация, где ее нет. Так что далее мы с этим еще столкнемся. Ну что ж, Степа, я надеюсь, Ваня ответил на твой вопрос, и у нас есть еще один вопрос. Ирина просит рассказать про правовую сторону тестирования безопасности. Конечно, если ты делаешь все в рамках закона, то это будет законно. Ну, просто, если ты тестируешь свой продукт, где ты тестировщик, то я не думаю, что... Мне кажется, вопрос слишком неконкретизированный. То есть нет конкретного санитизации. Лучше про обратную сторону. Не про то, что это хорошо, а скорее, а какие последствия могут быть, если ты найдешь у чужих товарищей, у чужого веб-сервиса уязвимость, и что же с этим делать? Да, да, да. Есть на самом деле общепринятые, так сказать, стандарты. Они все говорят о том, что если сайт где-то у себя вывесил сообщение о том, что делать в случае, если вы обнаружили у них уязвимость, например, у Яндекса, да и у нас в Контре есть программа поиска уязвимостей. Например, если вы нашли какую-то уязвимость в одном из продуктов Контура, например, нашли XSS-ку у нас где-нибудь, то там можно заполнить прям форму, указать все детали про эту уязвимость, и Контр вас даже вознаградит за это. Ну, не только Контр, есть еще и Bug Bounty программы. Да, да, вот я про это и говорю, что есть программы, собственно, публичные, где компания дает разрешение, собственно, людям из интернета искать у них уязвимости, и если, собственно, эти люди нашли уязвимость, они могут по предложенным каналам о ней сообщить. А если же такой программы нет, то, мне кажется, в таком случае лучше не рисковать. То есть если сайт прямо не сказал, что мы вот разрешаем нас проверять, то лучше этого не делать. Иначе действительно могут быть какие-то проблемы в юридической области. Вот как. Ну что ж, вопросов в чайке больше нет, поэтому, я думаю, Иван, мы можем продолжать. Да, конечно, давайте. Мы посмотрели, что такое XSS, поняли, как она возникает вообще с точки зрения веб-сервисов, браузеров, а как искать эту уязвимость. Ну, мы это уже на самом деле тоже затронули, но сейчас мы прям выведем методологию. Как только мы видим, что в приложении есть какое-то поле текстовое или какой-то параметр, например, в URL, то мы должны засунуть в этот параметр или в это поле наш payload. Payload — это новое слово. На самом деле оно означает что? Оно означает просто проверочную строку. Например, Иван скрипт или R-скрипт — это уже payload, потому что мы ждем, что строка Иван скрипт или R-скрипт сохранится в базе данных и затем вставится в шаблон небезопасно. Соответственно, наш скрипт, наш JavaScript выполнится. То есть это называется payload. Когда мы загружаем какую-то строку, которую ждем, что она что-то выполнит. Дальше мы будем смотреть в код страницы на предмет синтезации как раз. То есть мы посмотрим, подумал ли вообще разработчик о том, что там может быть HTML-код в этом тексте или нет. Рано или поздно мы столкнемся с ситуацией, когда специальные символы не перекодируются, то есть синтезация не выполнится. И наша функция alert, которую мы пытаемся вызвать, собственно, нашим payload, как только она выполнится. То есть выполнится alert, мы тут же видим, что ага, CSS есть, потому что JavaScript уже выполнился. Но также не только по выполнению alert можно понять, что есть CSS. Также если специальные символы, вернее, синтезация не произошла, это тоже свидетельствует о том, что CSS-уязвимость присутствует в этом месте. А дальше остается либо раскрутить, например, если вы поняли, что в этом месте точно можно внедрить HTML, но в каком-то обрезанном формате, где-то как-то за черный список какой-нибудь там, может быть, был составлен разработчик, например, что нельзя там alert вызывать, можно что-нибудь другое вызвать. В таком случае надо раскрутить, а если не надо раскручивать, то просто репортим, как есть. Ну и возьмем на живом примере с сайта Contour. У нас есть на самом деле такая поисковая форма на сайте Contour.ru. И она о чем? О том, что вы можете по какой-то подстроке найти все совпадения этой подстроки на всех страничках вообще этого сайта. Ну, грубо говоря, самый обычный поиск, есть почти во всех веб-приложениях. И что мы сделаем? Мы хотим найти CSS-уязвимость в этом функционале. Что мы будем делать? Мы, во-первых, введем какой-то текст, который точно не будет встречаться в странице. Например, QQ. То есть маловероятно, что разработчик где-то в HTML-шаблоне напишет слово QQ. А нам, собственно, такая строка нужна для того, чтобы потом понять, в какое место в странице оно отражается. И, собственно, где можно раскрутить CSS потенциально. Вот. Мы введем QQ в наш поиск. Нажмем, собственно, поиск. И заметим, что вот видно ли вам на презентации слева вверху, там немножечко URL захвачен. И там можно увидеть, что есть параметр query. И вот когда мы нажимаем поиск, наш вот этот вот текст, который мы завели в текстовое поле, оно переносится в URL-параметр. Страница работает на серверной стороне так, что если есть этот параметр, то, соответственно, попробуй выгрузить по нему данные. Там из базы данных или из каких-нибудь индексов, еще откуда-нибудь. И, собственно, это уже будет тип CSS Reflected, если мы найдем CSS, конечно же. Потому что у нас здесь есть URL-параметр, и этот параметр вставляется в страничку. Но давайте, мы к этому еще не приступали, давайте посмотрим, вставляется ли он в страничку вообще или нет. Что мы для этого сделаем? Мы нажмем F12. То есть часто, когда вам надо проинспектировать страничку, вы нажимаете F12, открываете DevTools и смотрите элементы. Но по этим элементам можно еще искать. Например, достаточно всего лишь добавить, вернее, нажать Ctrl F и ввести нашу строку, которую мы ввели в текстовое поле, которое затем перенеслось в Query-параметр. Посмотрим. Что мы видим? Мы здесь видим, что у нас целых 17 совпадений. То есть строка вот эта вот из URL-параметра, она вставилась в страницу аж 17 раз. Для нас, как для тестировщиков безопасности, это должно значить, что в этой странице есть 17 потенциальных мест для XSS. То есть во всех этих 17 местах разработчик мог не подумать и никак не санитизировать вот эту вот строку. Соответственно, что же мы будем делать дальше? Мы хотим проверить, есть ли санитизация. Как я уже говорил, санитизация — это какая-то функция, которая обрабатывает нашу строку. И эта функция, она вырезает плохие, ну, грубо говоря, плохие символы с нашей строки и заменяет их на какие-нибудь символы нейтральные, которые браузер не будет рендерить. Чтобы это проверить, мы к нашей строке должны добавить одиночную кавычку, двойную кавычку и угловые скобки. Эти символы, они позволяют нам... Ну, это, естественно, символы, которые нужны для того, чтобы вы записать HTML-код, который будет рендерить браузер. Соответственно, если мы получаем возможность использовать эти символы, и они будут... И они подставятся без санитизации, то браузер, собственно, у нас не будет никаких, так сказать, проблем, чтобы выполнить HTML-код. Потому что у нас уже есть эти символы, надо просто их правильно выполнить. Например, угловые скобки превратить в тег скрипт, например. Дальше, да, мы введем, собственно, наш qq, кавычки и угловые скобки и сделаем то же самое. Мы нажмем поиск и поищем по этому qq в дом. Что мы видим? Мы видим, что... Мы сразу можем увидеть, что оно попало здесь в два места. Это тег-линк в HRF и в тег-мета в контент. Но что здесь сразу должно нас смутить, это то, что наши символы уже на первый взгляд перекодировались. То есть мы видим, например, что у нас вот была одиночная кавычка, она стала вообще каким-то процент 2b, процент 25, 27. Это как раз следствие санитизации. Это прямой, прям, прямейший пример, как санитизация работает. Это то, что вы вставляете в параметр, в query в этом случае, вы вставляете, собственно, одиночную кавычку, и в страницу она подставляется уже после всех манипуляций на серверной стороне, как вот такое вот месиво, процентное, числовое, буквенное. Естественно, браузер это не будет рендерить как html, потому что это абсолютно какие-то непонятные символы для него. Вернее, нет, понятные, это просто текстовые символы для него. Как html рендерить он их не будет. Собственно, как и во втором примере. Здесь у нас тоже видно, что одиночная кавычка, она превратилась в процент 27, процент 22, процент 3e и процент 3c, это угловые скобки. На самом деле у вот этого подхода есть... О, нет, извиняюсь. Потом, потом про это будет. Но вот мы также видим, что девятое совпадение... Я напоминаю, у нас 17 совпадений, то есть у нас 17 потенциальных мест, где может возникнуть XSS, и, скажем, первые 8, они все вот на первый взгляд уже санитизированы, то есть там все нормально. И тут мы вдруг встречаем, что в девятом совпадении на самом деле символы-то не перекодировались. То есть мы видим, что у нас qq, одиночная кавычка, двойная кавычка, угловые скобки отображаются, как они есть, как мы их ввели. Гарантирует ли это, что уже присутствует XSS-уязвимость на сайте? На самом деле нет. На самом деле нет, потому что есть другой способ еще санитизации. Вернее, нет, он тот же, но вот то, что мы видели на прошлом слайде, вот здесь вот, это называется URL-ин-код. То есть это кодировка URL. Помимо URL-кодировки есть еще другие кодировки. И если мы нажмем правую кнопку мыши на вот этот элемент в нашем, собственно, дом, нажмем Edit as HTML, то есть редактировать его как исходник, как HTML-исходник, то здесь мы увидим, что как раз двойная кавычка превратилась в амперсант-квод. То есть все остальные символы не были задеты, но вот двойная кавычка, она превратилась в амперсант-квод. Это тоже санитизация, но в другую кодировку. То есть в первом случае кодировка была URL-ин-код, а в этом случае кодировка называется HTML-ин-код. HTML-ин-кодировка это на самом деле обычная кодировка, но она, в чем ее специфика, в том, что браузеры, когда видят... Оу. Так. Здесь что-то пошло не так. Извиняюсь. То есть браузеры, когда видят HTML-лентити, они не отображают HTML-лентити, вот как я показал на прошлом скрине, вот у меня был амперсант-квод, они показывают двойную кавычку. Но при этом эта двойная кавычка, она не является, собственно, частью HTML-шаблона. В HTML-шаблоне, в отрендеренном HTML-шаблоне, это все еще амперсант-квод. То есть это просто текст. Это не кавычка. Но отображается браузером как кавычка. Соответственно, если мы попробуем применить HTML-лентити и срендерить их как HTML-код, то мы видим, вот у нас есть скрипт или рскрипт, но угловые скобки, они заинкожены в HTML-лентити. Браузер это никак не отрендерит, он просто покажет это как текст. То есть как самый обычный текст. По сути, это тоже как синтезация работает, просто с кодировкой HTML-лентити. Это, на самом деле, самый частый способ, как вообще разработчики обрабатывают пользовательские строки и заменяют они чаще всего на HTML-лентити, потому что, опять же, красиво отображается в браузере. То есть мы помним, какое было месиво с URL-нкодом, и как красивенько вот эти угловые скобки отображаются, и при этом еще и безопасно. Ну и мы пришли, опять же, к описанию синтезации. По сути, является чем? Синтезация является преобразование определенных символов в пользовательской строке в соответствующую HTML-лентитис этим символам или в какую-нибудь другую кодировку, собственно, которая тоже соответствует этим символам. Например, если пользователь нам передал угловая скобка тест угловая скобка, то пропустив ее через синтезацию, на выходе мы получим амперсант лт тест, амперсант gt. И, соответственно, в первом случае, вернее, если мы никак не обработаем эту строку, она вставится в HTML как HTML-код, но если мы ее отсинтезируем, вернее, если разработчик ее синтезировал, то она уже не вставится как HTML-код и просто будет как текст. То есть и социализимость не возникнет. Вернемся к этому примеру. И мы уже знаем, что здесь на самом деле разработчик подумал. То есть несмотря на то, что мы увидели на первый взгляд, что символы не перекодировались, по факту они перекодировались. Просто браузер нам их немного, вернее, красиво, решил показать красиво. Синтезация здесь есть, да, как мы уже посмотрели. А что, если бы ее не было? Давайте подумаем, как бы это выглядело. Мы введем что? Мы введем, к нашей строке добавим одиночную кавычку, двойную кавычку, пробел и тест. И посмотрим, как это внедрилось в страницу в этом же месте. И внедрилось это таким образом. То есть мы попали, на самом деле наша строка попала в тег input, в атрибут value, то есть в значение input. И что здесь произошло? Здесь на самом деле произошло то, что наша двойная кавычка, она закрыла. То есть нет, как вы знаете, вообще атрибуты, они работают следующим образом. Атрибут равно двойная кавычка или одиночная кавычка, какой-то текст, одиночная кавычка и двойная кавычка, закрывающая. То есть вам нужно обязательно закрыть кавычку, когда вы пишете какой-то атрибут, иначе у вас все разъедется. И когда мы в нашу строку вставляем одиночную кавычку или двойную кавычку, мы как бы пытаемся закрыть оригинальную кавычку, которая, собственно, вот в самом таком, в HTML-шаблоне была в этом месте. И пытаемся дальше создать свой атрибут test. Как мы видим, наше вот слово test слева, оно подсвечивается ровно так же, как и все остальные атрибуты. Например, max-langт коричневым цветом отображается, как и наш атрибут test, который мы туда внедрили. И, как я уже говорил, JavaScript, он так же может быть вызван из атрибутов. Например, из обработчиков событий. То есть что нам нужно здесь дальше сделать? Нам нужно добавить вместо нашего атрибута test атрибут onFocus и атрибут автофокус. По сути, что это означает? Это означает для браузера такую инструкцию, что когда этот элемент прогрузится, добавь ему обработчик событий onFocus, при фокусе на этот элемент выполнится вот этот вот JavaScript. То есть в нашем случае это просто alert. И как только этот элемент прогрузится, сразу же наведи на него фокус. Об этом говорит атрибут автофокус. Соответственно, когда этот элемент, вернее, этот input, этот тег рендерится браузером, тут же срабатывает автофокус, тут же срабатывает событие onFocus, и выполняется alert. В таком случае что мы получаем? Мы получаем выполнение JavaScript. По сути, типичный рефлект от XSS-уязвимость, который можно атаковать других пользователей, потому что достаточно всего лишь... Как мы помним, вот это вот значение, оно подтягивается из параметра query, из URL. И нам достаточно всего лишь кого-то по ссылке с таким параметром, так сказать, редиректнуть или, не знаю, скинуть там ссылку каким-нибудь другим пользователям, где-нибудь на форуме ее оставить, как-нибудь ее там тысячу раз скрыть за сокращателями ссылок. И, собственно, каждый раз, когда они кликнут на эту ссылку, у них будет выполняться, рендериться вот этот вот, рендериться эти атрибуты и выполняется JavaScript. Естественно, alert — это просто безобидный способ, как показать вообще, что XSS-уязвимость есть. На самом деле, так сказать, пейлот злоумышленника, он будет отличаться, очевидно. То есть злоумышленнику этот alert абсолютно ничего не даст. Но вот мы посмотрели, и не кажется ли вам, что это как-то сложно? Мне кажется, что это что-то слишком сложно. Что-то каждый раз там смотреть в дом, искать там какие-то строки еще и контексты вычислять. На самом деле есть способ проще. Он называется универсальный пейлот. Что это такое? Это такая строка проверочная, которая должна выявлять XSS в любом контексте, в какой бы она ни попала. Ну, в большинство контекстов. То есть, допустим, сейчас мы видели такой контекст, что мы попали внутрь атрибута, и нам, чтобы выйти из этого атрибута, нужно было добавить кавычки и добавить наши, собственно, другие атрибуты. Там выполнить JavaScript. Мы могли знать, что такой случай типичен для веба, что мы можем попасть как внутрь атрибута, так и еще куда-нибудь. И вот сейчас что мы будем делать? Мы будем создавать наш универсальный пейлот, мы рассмотрим все возможные контексты, куда наша строка может попасть в HTML, и на выходе получим такую строку, которая нам поможет вообще почти во всех случаях гарантированно. Ну и давайте посмотрим. Начнем с самых основ, с самого вообще, для самых новичков. И я думаю, если вы до этого интересовались тестированием безопасности, вообще там гуглили что-то, там, не знаю, гайд по поиску XSS-уязвимости, по тестированию безопасности, часто вы видели вот этот пейлот, скрипт или скрипт. Собственно, я его тоже использовал сегодня, но лишь для наглядности. Потому что этот пейлот, он самый такой распространенный и, собственно, самый стандартный, наиболее известный. Но так как я уже сказал, что он для новичков, мы, естественно, будем делать что-то более продвинутое. И будем как все смотреть? У нас будет какой-то шаблон на HTML-страничке, в который что-то подтягивается, и мы будем этот пейлот, собственно, туда подтягивать и смотреть, выполнится ли он в этом контексте или что надо добавить, чтобы он выполнился. И начнем с самого банального примера. Это теги разметки. То есть, допустим, вот наша строка. Здесь, на самом деле, вот представьте, что это PHP-страничка, и здесь есть вот такой PHP-кусок, что выведи в страницу значение атрибута, вернее, значение URL-параметра name. То есть, допустим, у нас есть какая-то страничка, она принимает URL-параметр name, и значение этого параметра name будет класться вот сюда вот, в страничку, в тег разметки. И если мы сейчас вот в качестве URL-параметра name передадим наш пейлот текущий скрипт или скрипт, как вы думаете, вообще alert выполнится в этом случае? То есть, у нас срендерит ли это браузер как HTML? Давайте опрос проведем в Zoom. Проводим опрос, ребят? Ого! Ого, как разделилось! Почти 50 на 50. Ой! Немножко спойлернул случайно. Ладно, вроде большинство проголосовало. 50 на 50. Удивительно. Даже нет. Ого! За нет проголосовало больше. Ничего себе! На самом деле, я не знаю, почему вы думаете, что не выполнится. На самом деле, оно выполнится. Так, сейчас, секунду. Оно выполнится. Потому что, опять же, как я уже сказал, браузеру... Вернее, в том коде не было никакой синтезации, не было никакой обработки. Мы никак не обработали, собственно, значение URL-параметра перед тем, как вставить его в страничку. И браузер, соответственно, на выходе просто видит, собственно, значение этого URL-параметра без какой-либо обработки. И если там скрипт или рскрипт, то браузер видит, что это... Ага, это HTML, надо его выполнить. Соответственно, оно выполнится. Это такой самый базовый пример. То же самое будет работать, если мы берем не URL-параметр, какой-нибудь name, например. Вот это вот... Потому что у нас сейчас... Мы рассмотрели рефлект от XSS. В случае со Store от XSS это будет выглядеть абсолютно так же. Просто способ, как мы получаем эти данные, он будет отличаться. То есть здесь, например, у нас есть также HTML-шаблон, также есть PHP-код. В первом случае мы пойдем, выполним какую-нибудь SQL-команду в базе данных, чтобы выгрузить имя, фамилию или что-нибудь еще. И затем просто также используем функцию echo в PHP, чтобы вывести эти данные в страницу. И, соответственно, если до этого в базу данных мы сохранили, собственно, наше имя, Вася, скрипт или R-скрипт, оно абсолютно так же вставится. И так как не было синтезации, оно так же выполнится. То есть alert выполнится в этом случае. А вот пример посложнее. Как я уже сказал, мы только что рассматривали теги разметки. А что, если мы попали внутрь значения атрибута? То есть вот здесь вот мы можем увидеть, что наш PHP-код, он выполняется, вернее, он находится внутри значения атрибута и как раз делает примерно то же самое, что мы смотрели на сайте контура. Он подтягивает URL-параметр и засовывает его внутрь, собственно, значения атрибута, никак не синтезируя. То есть, опять же, функция echo в PHP, она никак не синтезирует, а просто выводит текст, как он есть. Если мы подставим сюда наш текущий пейлот, скрипт-алерт-скрипт, как вы думаете, это сработает ли alert у нас в этом случае? Давайте голосование в зуме проведем. Кто как думает. Так, 38 на 63 сейчас, 40 на 60, 43 на 57, 41 на 59. 40 на 60. Но большинство за нет, я так смотрю. Ну ладно, да, посчитаем, что большинство проголосовало, что не выполнится. Так, я завершаю вопрос. 41 на 59 получилось. На самом деле, оно не сработает, потому что, как я уже говорил, вернее, я не говорил, но сейчас скажу, браузер, он по-разному рассматривает строки в разных контекстах. То есть, например, вот в этом случае контекст — это значение атрибута. Браузер что делает? Он смотрит внутрь значения атрибута и такой, так, ну, все, что внутри вот этих вот кавычек, оно является текстом. Просто потому что я браузер, я так хочу. Это как работает HTML. И что нам нужно здесь сделать? Нам, на самом деле, если мы хотим выполнить наш алерт в этом случае, нам нужно закрыть вот этот вот атрибут, выйти из того места, где браузер считает нас обычным текстом, и попасть обратно вот в тот HTML, где, собственно, браузер считает нас HTML. Для этого мы закрываем двойной кавычкой наш, это значение атрибута, куда мы попали, куда наша строка попала. Затем мы закрываем угловую скобку, чтобы выйти из тега input. Ну, как бы мы его закроем за разработчика, чтобы там ничего не поломалось, там не разъехалось. И просто выполним, вернее, вставим наш тег-скрипт, который вызывает функцию alert. И в таком случае оно выполнится. То есть, если мы не выходим из значения атрибута в этом случае, то оно не выполняется. Если мы выходим из тега, создаем свой тег, то есть возвращаемся в то место, где браузер считает нас HTML, и, собственно, он нас рендерит, мы получаем выполнение нашего джаваскрипта. А раз мы знаем, что, блин, у нас на самом деле два контекста есть. У нас есть контекст, когда мы попадаем просто в теги-разметки, и у нас есть контекст, когда мы попадаем внутрь значения атрибута. Почему бы нам оба этих случая не предусмотреть заранее и не добавить вот это вот закрытие двойной кавычки в наш пейлот? Таким образом, если мы будем вставлять вот эту строку проверочную, мы будем искать XSS и в первом, и во втором случае. То есть нам не надо будет индивидуально подбирать под каждый случай свой пейлот, потому что этот пейлот сработает и там, и там, просто по специфике браузера. Выглядит здорово, но давайте посмотрим дальше, какие бывают еще контексты. Мы переходим к следующему уровню по сложности понимания, так сказать, механики работы браузера. И рассмотрим XSS, когда ваша строка попадает внутрь специфичных тегов. Например, внутрь тега title. Вот здесь вот у нас есть шаблон, и в этом шаблоне есть тег title. Если кто-то не знает, то тег title, он нужен для того, чтобы дать имя вкладочке в браузере. То есть когда вы видите имя вкладочки, оно, скорее всего, задано вот в теге title. И сюда как раз подтягивается наше имя, URL-параметр. И что будет, если мы подставим наш текущий пейлот в это место? Сработает оно или нет? Как вы думаете? Кажется, что вроде бы мы внутри тегов разметки, наверное, даже, и вроде бы браузер должен это выполнить, но непонятно. Давайте посмотрим, что вы думаете. Ого! 100% нет. О, вот два человека, да. Три человека, да. Четыре, да. Я тоже считаю, что выполнится, а почему нет? Почему нет? Собственно, никаких синтаксических ошибок я не вижу с точки зрения HTML. Так, пока идет 21% против 79%. 20 на 80. Ага. Ну, хорошо, большинство точно уже будет против. Давайте, да, завершим вопрос, потому что большинство против. На самом деле... Так, извиняюсь. Большинство права, потому что, как я уже говорил, в браузере не только есть... Не только одно место, где он рассматривает, собственно, какой-то текст только как текст, например, в значении атрибута. Также он рассматривает его еще и в других местах. Например, в теге title. Тег title, то есть браузер что? Каким образом вообще он может отрендерить HTML в названии вкладки? Ну, типа картинку там что ли показать или нет? Браузер же не может там даже гиперссылку добавить в название этого вкладки в хроме в том же. И ему приходится это все рендерить как текст. И в этом случае наш пейлот не сработает. Если мы попали внутрь тега title, наш пейлот работать не будет. Но если мы на своей стороне закроем этот тег title и откроем наш скрипт-алер-скрипт, то алерт выполнится, потому что мы вышли из, собственно, контекста, где браузер считает нас текстом, и вернулись в контекст, где браузер считает нас HTML. И в таком случае оно все прекрасно сработает, прекрасно выполнится. И минутку, раз мы знаем, что у нас есть и такой контекст, почему бы нам не добавить этот наш пейлот? Мы знаем, что есть тег title, мы знаем, что у нас есть такой случай, когда мы попадаем между, собственно, значение атрибута. Почему бы нам не закрыть сразу все эти три случая и не попасть ни туда, ни туда, ни туда? Вернее, если бы мы попали туда, ни туда, мы бы везде выполнили наш алерт. И, собственно, увидели бы выполнение джаваскрипта и нашли бы xss-уязвимость. Мы это и сделаем, мы добавим в наш пейлот закрывающий тег title перед скрипт-алер-скрипт, потому что, собственно, наша основная полезная нагрузка, которую мы здесь пытаемся выполнить, это скрипт-алер-скрипт, то есть мы пытаемся вызвать alert-функцию, окошечко вот это вот. Посмотрим следующий случай. Вот мы попали внутрь тега скрипт внезапно, то есть мы попали внутрь джава скрипта, который выполняется на странице, внутрь объявления переменной даже. Мы попали внутрь объявления переменной в значение переменной. Если мы вставим наш текущий пейлот в это место, то не буду вас мучить, на самом деле. Не буду вас мучить, потому что, очевидно, оно работать не будет. Третий раз вы вряд ли купитесь. На самом деле оно будет работать ровно до... вернее, оно сработает ровно на моменте, когда мы закрыли тег скрипт. То есть что произошло? Вот эта вот наша полезная нагрузка до закрывающего тега скрипт, она рендерится браузером как джава скрипт, потому что оно находится внутри джава скрипт. А так как вот здесь вот где-то закрывающий тег тайтл, где там угловые скобки, это все провоцирует ошибку синтаксиса джава скрипта, то alert тут вообще никак не выполнится. Все-таки джава скрипту очень важно, чтобы не было синтаксических ошибок. И то, что у нас вот здесь перед alert'ом очень много какого-то лишнего текста, то браузер это не выполнит. То есть что у нас есть? У нас есть случаи, когда XSS есть, потому что мы можем закрыть наш тег скрипт, вернее, закрыть оригинальный тег скрипт. Но наш пилот, он не попадает в этот контекст. То есть если мы его запустим сейчас как есть, то эту уязвимость он не найдет, просто потому что она немножко не попадает по контексту. Что мы сделаем? Мы просто добавим закрывающий тег скрипт до закрывающего тега title. И, по сути, все, что дальше, оно будет срендерено браузером уже как HTML, и, собственно, когда он дойдет до тега скрипт или R-скрипт, он его выполнит. Вот. Ну и раз мы знаем, что и такой случай тоже есть, давайте добавим его сразу в наш пилот универсальный. И я не буду вас мучить еще вопросами. Такими тегами, на самом деле, их еще есть несколько штук. Это тег стайл, там, CSS. То есть все, что внутри тега стайла, браузер считает это CSS кодом. Но скрипт и тег текст-эрея. Вот. Их тоже можно закрывать, в принципе. Но чтобы не раздувать размер пейлота, я их не добавил. Но по ситуации их, конечно, можете добавлять, если вам размер поля разрешают. Пойдем дальше. Более сложный пример. Помните, мы попадали внутрь значения атрибута? И что мы делали? Мы выходили из значения атрибута, потом закрывали тег input, открывали свой тег скрипт, и таким образом попадали в место, где браузер считает нас HTML. И выполняем там наш алерт. Но разработчик, на самом деле, в этом случае обосабливает двумя кавычками. А я уже говорил, что разработчик может и одиночные кавычки их обособить. В таком случае наш пейлот не будет работать просто по той причине, что мы это не предусмотрели и не добавили одиночную кавычку. Мы рассмотрели только случай с двойной кавычкой, но если в шаблоне HTML-страницы это одиночная кавычка, то в этот случай мы не попадаем. Поэтому мы добавим просто одиночную кавычку в наш пейлот и пойдем дальше. Не будем на этом долго останавливаться. Вот у нас есть еще один пример. У нас есть другое место, вернее, нет, то же самое место, где мы попадаем внутрь значения атрибута, который обосабливается одиночной кавычкой. Но разработчик добавил, так сказать, функцию синтезации. Если вы посмотрите наверх, наверх вот в PHP-код, вы увидите, что наша строка пользовательская, которая содержится в параметре name в URL, она преобразовывается. То есть в ней все совпадения закрывающих этих тегов заменяются на HTML-lentity. И, соответственно, происходит какая-то синтезация. В таком случае, если мы вставим наш текущий пейлот, ну, вернее, не наш текущий пейлот один в один, а пейлот, где мы используем одиночную кавычку и закрывающую, собственно, угловую скобку, чтобы выйти из инпута. Из инпута мы выйти не сможем, потому что угловые скобки нам запрещены, закрывающие. Но так как мы смогли выйти из атрибута, как мы уже помним, мы можем писать свои атрибуты. То есть в этом случае достаточно просто, используя синтаксис вот этого вот HTML, добавить атрибуты автофокус, он фокус. И при фокусе мы вызовем alert. Что дальше? А, да. А помните случай, когда мы попадали внутрь тега скрипт? То есть мы его закрывали, открывали новый скрипт, чтобы не было никаких синтаксических ошибок. А могли ли бы просто продолжить текущий JavaScript? Нет. Ну, то есть мы в наш параметр name вводим, собственно, что? Двойную кавычку, точку запятой, вызываем alert и комментируем все, что дальше, чтобы не возникло синтаксической ошибки. То есть если кто-то не знает, в JavaScript два слыша прямых — это comment, single line. То есть все, что дальше, оно будет закомментировано. Таким образом оно выполнится абсолютно нормально браузером, и нам даже здесь не нужны угловые скобки, чтобы его выполнить. То есть если мы попали внутрь тега скрипт, надо также еще обратить внимание, можем ли мы выйти, вернее, продолжать писать наш JavaScript в контексте уже существующего JavaScript. Это тоже довольно частый случай XSS. Но, как я также замечал в самом начале доклада, ну, мастер-класса, лекции, мы можем вызывать JavaScript еще и в ссылках, если их протокол ведет на схему JavaScript. То есть помните, да, там был а, href, javascript, двоеточки, какой-то JavaScript. При нажатии на эту ссылку, собственно, у нас будет обрабатываться этот наш, срабатывать наш JavaScript. И часто разработчики на самом деле, они что делают? Они принимают вот какой-то URL от пользователя и вставляют его в ссылку. Например, чтобы вернуть пользователя туда, откуда он пришел. Например, пользователь на одной страничке кликнул ссылку на другую страничку, и на той страничке, куда он перешел, он может кликнуть, собственно, кнопочку обратно вернуться. И часто это реализовывается именно через URL-параметр, какой-нибудь return URL, например, типа возвращающий URL, там что-нибудь такое, типа back URL, там просто URL. И если мы вот в это место введем, собственно, JavaScript, двоеточки, alert, то при нажатии на кнопку вернуться, ну, на эту гиперссылку, наш alert сработает. И мы можем также кинуть эту ссылку другому пользователю, он нажмет кнопку назад, и у него выполнится тоже JavaScript. То есть таким образом мы можем еще его атаковать. Так, стоп, а если мы добавим пробел перед JavaScript, как вы думаете, сработает? Поведется ли браузер на такое? Тут кто как думает вообще? Ого, 100% за. Я пока водички попью. Так, ну тут единогласно, да, тут единогласно за, но три человека проголосовали, нет. На самом деле, да, это интересный момент, потому что мы как бы вставляем пробел перед JavaScript, и, ну, непонятно действительно, как браузер на это среагирует, но на самом деле оно действительно... Так, секунду. Оно действительно сработает. Alert действительно выполнится. И было такое, что мне это пригод... Много раз вот это знание мне пригодилось, потому что часто разработчики, они когда делают какую-то защиту, они делают ее таким образом, что если вот этот параметр начинается с JavaScript слова, то это плохо, но если поставить туда пробел, то вы пройдете эту проверку, и дальше уже сможете, собственно, выполнить свой алерт при нажатии. Вот. И даже бывают не только, на самом деле, гиперссылки, а еще есть Markdown. Вот если у вас какой-нибудь... Если вы, не знаю, в GitLab работали, в GitHub, вы по-любому сталкивались с Markdown, да и вообще много где в интернете, сейчас везде почти Markdown используется. И там есть очень интересный синтаксис гиперссылок. То есть там можно тоже указывать гиперссылки. Как это выглядит? Квадратные скобки. В них название ссылки, например, тест или hyperlink там, или перейти. И далее в скобочках уже путь. Вот этот вот href, собственно, куда эта ссылка ведет. А что если мы введем сюда вместо сайта JavaScript alert? Будет ли оно работать? На самом деле здесь нет никакого... Оно будет работать, да. Но здесь нет, не надо опрос запускать. Внимательный тестировщик, он скажет, что у нас почему-то скобка закрывается перед... в неправильном месте. Получается, что некоторые Markdown-библиотеки могут обрабатывать это неправильно. То есть как? Они смотрят, ага, вот скобка закрылась, значит, в качестве пути, куда надо отправить пользователя, я буду считать JavaScript, двоеточие, alert, открывающая скобка. А закрывающая уже не попадет, потому что там какая-нибудь регулярка отработает, или какая-нибудь еще, не знаю, библиотека, работающая со строками. И в итоге наш alert не выполнится, потому что просто он не дописался. Вернее, из-за особенностей Markdown мы не смогли, собственно, пропихнуть нашу закрывающую скобку. Что же делать в таком случае? Как нам в Markdown запускать XSS? На самом деле, вместо... в JavaScript, используя синтаксис JavaScript, можно вместо скобок использовать бэктики. Ну, для alert, по крайней мере, не знаю, как к остальным функциям, но в alert вместо скобок можно бэктики подставить. Таким образом, Markdown не будет ругаться на скобку, и alert вполне нормально выполнится. Это на будущее. Так. Ну, вернемся к нашему пейлоду универсальному. Мы, на самом деле, уже много посмотрели случаев, прям очень много рассмотрели контекстов, и кажется, что наш пейлод уже готов ко всему. Но вот что мне в нем не нравится, до сих пор мне не нравится, что мы вроде как такие крутые тестировщики безопасности, ищем XSS во всех местах, а используем такую банальщину, как script-alerscript. То есть наша основная полезная нагрузка, она все-таки script-alerscript до сих пор. И это как-то не очень. Давайте же... Почему это не очень? Потому что некоторые сайты, они, собственно, знают про это, про то, что им могут script-alerscript внедрить, и они прям пишут у себя буквально blacklist, там, не знаю, если в этой строке содержится script-alerscript, то не сохраняй. Ну, то есть такие, конечно же, это абсолютно не настоящая защита, ее можно обойти, но вот чтобы на это не попасться, в каких-нибудь, не знаю, в очень малом количестве случаев, мы перейдем на другой способ. Мы будем использовать тег iframe. iframe с атрибутом onload. То есть что произойдет? Когда браузер это срендерит, он откроет iframe, и когда он откроет iframe, в это же мгновение сработает обработчик событий onload. И при onload, собственно, выполнится наш алерт. По сути то же самое, что script-alerscript, просто другим способом. Но все-таки у iframe есть еще дополнительные преимущества. Какие? Его легко заметить. То есть скрипт — это такой тег, который вставляется в страницу и пропадает в ней. То есть он нигде не отображается. Ну, только если он не сломал где-нибудь верстку, и там что-нибудь не поехало. iframe же, он всегда отображается заметно. Вы всегда его увидите. И если он встраивался в страницу, но сработали какие-то санитайзеры, то вы всегда заметите, что вы смогли внедрить iframe, потому что он выглядит примерно вот так. Конечно, не знаю, насколько это наглядно на трансляции, но в HTML-странице он всегда заметен. Он всегда очень хорошо заметен. Но и также, как я уже сказал, могут обработать какие-нибудь санитайзеры, например, обрезать все onload или обрезать все on-атрибуты. В этом случае у iframe есть атрибут crc-doc. Этот атрибут что делает? Он принимает значение HTML-страничку. То есть вот вы знаете, зачем вообще iframe нужен? Iframe показывает одну страничку внутри другой странички, грубо говоря. Соответственно, вы можете это сделать двумя способами. Либо указав CRC-атрибут, чтобы iframe подтянулся со стороннего сайта, собственно, вот эту страничку. Или вы можете эту страничку указать прямо ее исходный код внутри атрибута crc-doc. Получится то же самое, только в первом случае вы подтягиваете с удаленного сайта, а во втором случае вы пишете прямо здесь вот страницу, которую надо отрисовать. И в чем хорошая сторона этого атрибута в том, что он принимает HTML-код за синтезированного HTML-энтити. То есть разработчик, когда увидит вот этот тег, и при этом он разрешает iframe, разрешает атрибут с rc-doc, он не может ничего здесь сделать, чтобы, собственно, alert не выполнился. Alert всегда будет выполняться. Но если только разработчик не будет, не знаю, таргетно как-нибудь, не знаю, обрезать амперсанты или что-нибудь еще. Потому что чаще всего функции для синтезации, они общие. То есть они все делают одно и то же. Они обрезают угловые скобки, кавычки. И к этому случаю, если применить синтезирующую функцию, она ничего не поменяет, потому что здесь нет ни скобок, ни угловых скобок, ой, ни угловых скобок, ни кавычек. Извиняюсь. Но при этом оно выполнится. Оно выполнится абсолютно как HTML и даже вызовет функцию alert, которую мы можем легко заметить. И если мы с помощью инструмента для декода, энкода HTML entity, собственно, введем нашу заэнкоженную строку, то на выходе мы можем увидеть, что декодит, она выглядит как скрипт или скрипт. Ну и задавайте вопросы. Блин, Дима ушел, но на самом деле пишите вопросы. Если вот вам по вот этой части. Мы на самом деле закончили с контекстами. Там, конечно, потом еще будут контексты. И практика. Мы, собственно, основную часть по контекстам мы закончили. Но если у вас есть какие-то вопросы возникли, пожалуйста, спрашивайте. Мы сейчас ответим на них. Дима. Дима на месте и сейчас начинает смотреть вопросики, которые задают в Телеграме. И я уже вижу, что некто Алекс пишет что-то. Я прям жду в нетерпении, что же мне озвучить. Да, пишите вопросы, не стесняйтесь. Если вы что-то не поняли про какой-то контекст или пока вам непонятно что-то, то вообще не стесняйтесь. Как говорил классик, не надо стесняться. Это правда. Алсу из Хельсинки на секундочку задает вопрос. А есть ли автоматизированные инструменты, которые все это делают, потому что ей лень? Это отличный вопрос. И смотри, так как мы знаем, собственно, мы сможем к концу лекции вывести, так сказать, универсальный пейлот, мы можем написать свои автотесты, которые в каждый параметр пропихивают этот пейлот. Мы можем использовать какие-то уже готовые сканеры безопасности. Но чаще всего бывает так, что нет ничего лучше ручной проверки. Не везде сканер уже существующий вам подойдет, который ищет эксцессию изъемности. Все-таки лучший способ – это действительно вручную протыкивать каждое поле. Это не надо делать каждый раз, это достаточно сделать один раз и до следующего большого релиза, например, где вот это, собственно, меняют логику, как все работает. То есть можно это делать даже не сразу проверять все приложение, а по мере вот тебе приходят задачки в тестировании, например, протестировать вот эту функциональность. Ты в ней заодно посмотрела, собственно, есть ли там защита от эксцесс. Если нет, то с гордым видом завела баг безопасности и пожурила разработчика, что вот какие вы небезопасные. Вот, а так нет ничего лучше, чем проверить вручную. По крайней мере, знать, как тестировать всегда нужно. Потому что если ты не знаешь, как тестировать, ты не сможешь и нормально автоматику настроить. А как только у тебя уже есть опыт, собственно, тестирования вручную, ты уже по опыту можешь легко автоматику настроить, какая тебе нужна. Спасибо, Ваня. Следующий вопрос. Как получается, ну вернее, как так получается, если страница хранится на сервере, и мы в нее внедряем строку, как она сохраняется в этом файле? Алекс задает такой вопрос. Смотри, я говорю сейчас про... Ты говоришь про файл. Есть два разных вида HTML. HTML. Первый — это динамически генерируемый на сервере HTML. И есть статический HTML, в который ничего не подтягивается. Ну, максимум параметры из урла, потому что их можно из JavaScript прочитать. В случае со статическим HTML, там все, что может подтянуться, опять же, это параметры урла. То есть там только рефлект от XSS существует. То есть как, например, разработчик такой сделал. Ага, вот HTML-страничка, и в ней есть JavaScript-код, который подтягивает URL-параметр, и значение этого параметра тоже вставляет в страничку. То есть JavaScript может, на самом деле, манипулировать страницей, манипулировать ее содержимым и делать всякие модификации. То есть, например, создать новый элемент, в этот элемент что-то добавить, какой-нибудь атрибут, в значение этого атрибута еще что-то добавить. Это все называется манипуляцией с DOM, собственно, на JavaScript. Это вот с файликом. А с базой данных, как это происходит? То же самое, только есть какой-то шаблон страницы. Ну вот смотри, когда ты запрашиваешь страничку сервера, ты ведь не... в случае с динамическими страницами, ты не запрашиваешь там файлы, типа .html, ты запрашиваешь просто какой-то endpoint, например, профайл. То есть у тебя нет никакого расширения HTML, у тебя просто есть профайл, и веб-сервер тебе возвращает страничку в ответе, то есть HTML уже обработанный. То есть как это происходит на сервере? Есть шаблон, один для всех, и в нем есть какие-то плейсхолдеры, например, юзернейм, ферстнейм, ластнейм, миддлнейм. И когда ты запрашиваешь вот профайл, веб-сервер что делает? Он смотрит в твою сессию, то есть кто ты вообще такой по куке определяет. И в зависимости от этого он идет в базу данных, берет, собственно, значения из базы данных на бэкэнде, и вот эти плейсхолдеры меняют на вот эти значения. И в ответ веб-сервер уже возвращает тебе HTML-код. То есть вот это вот в динамическом случае. То же самое он может также... абсолютно то же самое он может сделать с URL-параметрами. То есть рефлект от XSS не только в статических страницах, оно еще и в динамических может быть. Но просто для статических страниц там только рефлект от XSS актуально, потому что они не могут сходить в базу данных. Надеюсь, ответил. То есть в случае с веб-приложениями ты не идешь напрямую к HTML-страницам, ты идешь к каким-то эндпоинтам. И эти эндпоинты, они проксируют тебе HTML-страницу, которую, собственно, они генерируют. Но я надеюсь, ответил. Алекс ответил спасибо. Так что, наверное, он понял. Ребята, у нас сейчас по плану запланирован 10-минутный перерыв. Поэтому мы сейчас отключимся, а через 10 минут мы вернемся, и у нас будет практическое задание. Ваня расскажет, что нужно делать. Не совсем. Не совсем, Дима, извини. У нас будет еще немножко, вот прям совсем чуть-чуть еще. Мы докрутим универсальный пилот, и потом уже будет практика. Ну, это буквально 5 минут и практика. 5 минут и практика. Ну все, давайте засекаем. Так, все, я шар и экран. Надеюсь, всем видно, всем слышно меня. Был вопрос, пока мы были на перерыве, спрашивали, как защититься от, собственно, iFrame. Ведь стандартные методы синтезации не работают. На самом деле, в чем суть? Самый стандартный метод синтезации, это когда ты обрабатываешь, собственно, одиночные кавычки, двойные кавычки, угловые скобки, и с пользовательской строки в HTML лентите. Этот способ сработает везде, даже с iFrame. Но иногда тебе нужно разрешить iFrame. Ну, например, на YouTube, нет, например, на форуме тебе нужно добавить функционал, там, добавление видео с YouTube. Это делается только iFrame. Часто. И вот в таких случаях тебе уже нужно придумывать, а что может пойти не так. Например, так, ну вот я знаю, что в iFrame можно добавить onload. Запрещу-ка я onload. И вот если ты забыл про CRCDoc, а CRCDoc про него забыть очень легко, потому что это уникальный атрибут, другого такого нигде нет. То есть он очень специфичный, он редко используется, и про него действительно очень легко забыть. И вот в таких-то моментах iFrame как раз и работает. Лучше всего. Вот. То есть обычные способы синтезации против iFrame будут работать, потому что угловые скобки, они синтезируются в HTML entity, и браузер это не срендерит как iFrame даже, он просто это срендерит как текст. Вот. Я надеюсь, что я ответил. Так, мы можем тогда пойти дальше? Дима? Я делал фотографию для того, чтобы отправить в чатик. Да, мы можем идти дальше. Все, идем дальше тогда, прекрасно. Пойдемте. Пойдем на уровень повыше, окунемся в совсем уже джедайские техники по поиску XSS-уязвимостей. И здесь, в этом слайде, я вам должен рассказать про то, что есть на самом деле несколько лайфхаков, которые могут сделать ваш пейлот еще более удобным, еще более трудно, так сказать, синтезированным. Это то, что пробелы... Вообще, в HTML, на самом деле, браузер разрешает вместо пробелов в тегах использовать слыши, то есть прямые слыши. В таком случае наш iFrame пробел unload будет являться на самом деле iFrame slash unload. И если, например, там синтезация как-нибудь по пробелам, там что-то делит по пробелам, там что-нибудь еще потом вырезает, то когда у нас слыши вместо пробелов, это еще нам дает бонусные очки для того, чтобы обойти какую-то потенциальную синтезацию на серверной стороне. И вторая интересная вещь, это на самом деле то, что HTML теги не обязательно закрывать. Внезапно. Некоторые HTML теги. Ну, в частности, iFrame можно не закрывать. Почему так? Потому что браузеры смотрят, вернее, браузеры, подстраиваются под разработчика. Если разработчик допустил ошибку в HTML коде, если он забыл добавить, вернее, забыл закрыть тег, то, ну, мы же все понимаем, что разработчик имел в виду. Он по-любому хотел его закрыть. Но раз он его не закрыл, значит, я закрою за него. Ну, это так браузер думает. То есть браузер автоматически добавляет закрывающую угловую скобку, чтобы закрыть iFrame, и, соответственно, добавляет там закрывающий iFrame. Ну вот. И это тоже нам может быть полезно. Потому что, например, если есть санитизация, которая работает по совпадению, например, вырежи все, что в этой строке подходит под паттерн открывающий угловая скобка, что-то, какой-то текст, и закрывающая угловая скобка. Например, регулярным выражением. Такое очень легко искать. И в таком случае мы можем просто не закрывать наш тег, и наша строка, она не будет содержать закрывающую угловую скобку, и проверка того, что открывающая угловая скобка, что-то там закрывающая угловая скобка, она работать не будет, потому что закрывающей угловой скобки нет. То есть все условия не совпадут. И таким образом, это еще один способ, как можно обойти санитизацию на серверной стороне. Ну и зная вот эти вот джедайские техники, мы можем наш пейлот из iframe пробел onload закрытый превратить в iframe slash onload и не закрывать его. Это будет идеально работать в браузере, это будет рендериться, но это все дает нам небольшие очки, чтобы справиться с санитизацией, которая потенциально может быть на сервере, опять же. Но мы внезапно забыли про один очень важный контекст. Это HTML-комментарий. То есть, как мы знаем, все, что внутри HTML-комментария, оно тоже не будет выполняться браузером как HTML, оно будет являться текстом. Ну просто потому, что это комментарий. Было бы странно, если бы в HTML-комментарии рендерился HTML. В этом случае мы добавим в наш пейлот закрытие HTML-комментария. Вот здесь вот между закрывающим тегом style и открывающим iframe. Мы добавим вот просто две черточки после пробела. И на случай, если мы попали внутрь HTML-комментария. Но мы забыли одну вещь, на самом деле еще. Мы забыли, что существуют фреймворки. Например, AngularJS или VueJS. Эти два фреймворка, они часто используются в вебе, и они тоже на самом деле уязвимы, вернее, у них есть свои особенности, которые делают их уязвимыми и к CSS, и эксплуатация таких CSS, она будет отличаться от эксплуатации CSS, которые мы рассмотрели. Стандартно мы хотим вызвать наш HTML-код, который затем вызовет JavaScript. А здесь же мы должны делать немножко иначе. В обоих этих фреймворках есть так называемые темплейты. Темплейты. То есть, темплейт-экспрешн. Что это такое? Это, по сути, синтаксис Angular или VueJS, заключенный внутри фигурных скобок. То есть, мы можем в фигурные скобки на сайте записать какое-то Angular или VueJS выражение, и оно, собственно, выполнится на сервере и затем вернется нам. Вернее, нет. Оно выполнится на фронт-энде. Оно выполнится на фронт-энде, потому что эти библиотеки, они также включаются на фронт, и как только они видят, что ага, вот здесь вот у меня в страничке в фигурных скобках что-то там, я это отрендерю. То есть, я возьму это на себя. И вот в случае, когда мы можем вот эти фигурные скобки пропихнуть в фронт-энд, ну, то есть, например, в имя пользователя себе добавить, там, фамилию, то это будет являться командой для этих фреймворков, чтобы они заглянули в эти фигурные скобки и, так сказать, выполнили то, что там внутри происходит. И если в случае с HTML есть стандартные способы сайдентизации, то есть там угловые скобки, кавычки, то здесь это работать не будет. Здесь фигурные скобки, и с ними, на самом деле, сложнее. Как это детектить? Как определять, что такое вообще поведение происходит в приложении? На самом деле, мы добавляем к нашему payload вот в фигурных скобках выражение 7 умножить на 7. И если на фронт-энде оно превращается в 49, то есть оно посчиталось, то значит, что мы можем выполнять Angular или Vue.js, собственно, template expression. А раз мы можем выполнять template expression, это значит, что используя синтаксис Angular или Vue.js, мы можем также использовать обычный JavaScript. Нам вот, например, мы можем вызвать констрактор, с помощью которого мы вызываем констрактор, и затем уже наш алерт. Этот payload не я придумал, очевидно. Список этих payloadов есть по ссылке ниже, и там прям вот буквально какая у тебя версия Angular.js, такой payload используй вот в таком формате. Но здесь вот все, что важно знать, это то, что если мы сможем выполнить template expression на фронт-энде, то мы также можем выполнить и JavaScript. Например, тот же alert. И в итоге получается у нас такой payload. Получается, что у нас? кавычка, двойная кавычка, кавычка, двойная кавычка. Slash, тест, слэш, закрываю еще угловая скобка. Затем мы закрываем tagit title, script style, закрываем HTML comment, добавляем в template expression 7 умножить на 7, и наша самая основная нагрузка это iframe unload alert. И на всякий случай HTML commentary, чтобы закомментировать все, что дальше. Это не обязательно, но просто на всякий случай, чтобы вы знали, что так тоже можно. Давайте рассмотрим, что здесь вообще, что делает. Как я уже сказал, у нас есть закрывающий tag script, tag title и tag style, и закрывающий HTML комментарий, если мы попали в какой-то из этих тегов или в HTML комментарий. То есть, это место закроет их, и мы уже дальше попадем в HTML, где мы, собственно, браузеры считают нас HTML, и там выполнится уже iframe, наш unload alert. Второе место, это кавычка, двойная кавычка, кавычка, двойная кавычка. Почему не просто одиночная и двойная кавычка? Почему они дублируются здесь? Потому что, на самом деле, в лекции я не сказал, я скажу сейчас. Бывают такие синтезации, что синтезируется только первое совпадение. Например, в JavaScript, если вы хотите синтезировать строку, то вы на нее должны вызвать метод, ну, по ощущениям replace. То есть, я как бы хочу вот из этой строки заменить все совпадения угловых скобок на HTML лентити. Я могу использовать функцию replace, но оказывается, в этой функции заменяется только первое совпадение. Это неявно. Это неявное поведение, и часто бывает так, что разработчики просто не в курсе, как работает тот или иной, та или иная функция в языке программирования, и совпадение может действительно только первое синтезироваться. Ну, если я использую replace all, то в таком случае уже все совпадения синтезируются. Поэтому полезно, действительно полезно дублировать эти кавычки, потому что часто действительно бывает, что первое совпадение, оно реплейсается на какие-то HTML лентити, но второе уже нет. Дальше. У нас есть атрибут test, то есть помните, мы выходили из атрибута, то есть закрывали его кавычкой одиночной или двойной, и потом создавали свой атрибут onFocus, autofocus. Здесь на самом деле я не использую какой-то конкретный атрибут, который вызывает функцию alert. То есть я мог бы написать onError, onFocus, onLot, но просто беда в том, что в разных HTML тегах поддерживается разный набор событий. То есть, например, в картинке может не быть события focus, в инпуте может не быть события load, например, и они не универсальны. Поэтому здесь я предложу новый, так сказать, новый ранее никем неиспользуемый подход, буквально на следующем слайде, когда мы до него дойдем. Дальше, что 7 на 7 это фреймворки, то есть мы смотрим, если вот у нас тогда template expression 7 умножить на 7 посчитался в 49, мы видим это на фронтенде перед собой число 49, то мы тут же у нас должны загореться глаза как у тестировщика, и мы такие, ага, это точный баг. Это либо XSS, либо еще что-нибудь, еще хуже, чем XSS потенциально может быть. Но про это наверное не будет сегодня, да. Так, а, да, еще если вы попали внутрь тега скрипт, но вам нужно не выходить из тега скрипт, а нужно продолжать писать, собственно, валидный JavaScript, используя синтаксис JavaScript, то этот случай не обрабатывается в этом payload, потому что это крайне сложно. Все контексты JavaScript, они могут быть разные. Там может быть, там нужно знать определенное количество фигурных скобок, определенное количество обычных скобок, определенное количество кавычек, и любая ошибка, она спровоцирует ошибку синтаксиса в JavaScript, а это значит, что весь скрипт не будет выполняться. Вань, я хотел бы сказать тебе, что пора бы уже переходить к практической части, если у тебя... Да, 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 я извиняюсь. у меня... Хорошо, тогда по-быстрому. На самом деле, существует очень много polyglot payload, вот то, что мы составили, вот это, это polyglot payload. Он polyglot, потому что он попадает во все контексты. В общем, тут я говорю про то, что мой payload самый крутой, потому что он включает всякие дополнительные проверки. и здесь, если мы включили атрибут test, то мы можем его раскрутить, например, используя JavaScript код, но про это, видимо, уже я не успею рассказать. В принципе, это и не обязательно знать. Достаточно, если вы увидели, что вы записали свой атрибут, то... так... то вы можете выполнить JavaScript легко, используя обработчики событий. Просто для каждого элемента надо подобрать свой обработчик. Так, XSS на самом деле опасно, как я уже говорил. вы можете воровать чужие данные, вы можете модифицировать чужие данные, вы можете воровать куки, вы можете воровать сессионные данные, вы можете выполнять, вернее, тянуть данные с других страничек. Например, вы получили XSS на страничке profile, но хотите украсть данные со странички secret. Вы это можете сделать, используя Ajax-запросы, то есть XHR. В общем, это все опасно, и вы можете чужие данные получить. Также в JavaScript есть прочие фичи, это JavaScript может взаимодействовать с другими расширениями, есть экспериментальные технологии, которые кучу возможностей открывают. Ну и, конечно, это все небезопасно. Так, да, выводы. Вот. Для тестировщиков выводы такие, что используйте универсальный пайлот, ищите XSS уязвимости, не бойтесь в каждый input, в каждое текстовое поле, в каждый параметр HTTP запроса, в каждый параметр урла запихивать этот пайлот и смотреть в ответ, что у вас, собственно, есть, есть ли там XSS уязвимости или нет. И живите с пониманием того, с мыслью о том, что в любом приложении всегда есть XSS уязвимости. Вот. Это очень полезно, это действительно помогает при поиске, потому что не всегда вы сразу прям сходу найдете XSS уязвимость, возможно, вам придется немножко потрудиться, поперебирать формочки, посмотреть разный функционал своего приложения, но рано или поздно вы на него наткнетесь, это гарантированно. И тут у меня вопросы. Конечно, эта часть, она получилась очень быстрая. Что, Дим? Ну, давайте, переходим. Или вопросы? Вот секундочку, вот если сейчас ребята напишут какие-то вопросы... Да, у вас очень мало времени. Да, очень мало времени, потому что мы немного выбиваемся из графика. И если вопросов не будет, то я считаю, что пора перейти к практике. Давайте так, ребятушки, если вы только начнете писать, я скажу, так, ждем, ждем, ждем. Вопросов? Вопросов нет. Отлично. Давай начать. Всем понятно. В общем, пилот у нас крутой. Пилот вообще бомба. Практика. Что мы сделали для практики? Для практики у нас есть сайт с разными уровнями. Он о чем? Вы должны на каждом уровне найти XSS-уязвимость. И вы должны эту уязвимость, собственно, докрутить до выполнения алерта. То есть, как только вы получили алерт на своей странице после, не знаю, какого-то действия или оно сохранилось у вас, вы тут же должны это, собственно, кликнуть кнопочку, перейти на следующий уровень. Мы там проверим, что вы действительно нашли XSS и пустим вас на следующий уровень. Естественно, это все в автоматическом режиме делается. И сейчас мы с вами первый уровень пройдем вместе. Так, сейчас я переключусь на браузер буквально две минуты. Так, демонстрация браузера. Вот, я надеюсь, вам видно мой экран? Вам видно мой экран? Да, я экран твой видно. контргейзенбак.ру это сайт практики и опять же инструкция здесь дублируется. То есть, вам нужно добиться выполнения алерт на странице, но не везде вам нужно именно внедрить алерт, где-то вам нужно поменять, собственно, что-то в URL-параметре, чтобы после какого-то действия оно выполнилось или какую-то ссылку, которая ведет на выполнение алерта, внедрить на страницу. Дальше. Вы атакуете бота, нажимая кнопку следующий уровень, и при успешной атаке бот-жертва вас перекидывает на следующий уровень. То есть, так сказать, он подтверждает, что да, икссс-уязвимость вы нашли, вы молодец, давайте на следующий. Здесь можно ввести свое имя, например, Ваня, ну, email, макосква-контуру. Давайте начнем, посмотрим, как первый уровень выглядит. На самом деле, здесь интерфейс контурского продукта диадок промо-сайта, и тут ниже есть форма оставления комментариев. Как раз вот здесь вот, на вот этом вот поле, на этих двух текстовых полях будет сосредоточено поиск уязвимостей. Собственно, поиск иксс-уязвимостей ваш, он будет заточен, сконцентрирован только на вот этих двух полях. То есть, как мы будем это делать? По-хорошему, мы должны ввести какие-то данные, которые от нас ожидают, ну, там, просто какие-то текстовые, там, кве-кве, давайте здесь тоже кве-кве введем. Мы их отправляем, нажимаем F12, то есть, помните методологию, да, мы шли в консоль, смотрели, искали, где у нас совпадение, и мы видим здесь первое совпадение, внутри, получается, тега разметки, внутри тега P. Так, и второе совпадение, второе совпадение вот здесь вот. Оно, в принципе, тоже между тегами разметки, только внутри тега strong. Получается, что? Мы помним, что внутри тегов разметки, на самом деле, никакого секрета нет, достаточно всего лишь написать скрипт, alert script, ну, грубо говоря, или давайте iframe. iframe, unload, alert. Давайте закроем iframe, на всякий случай, чтобы ничего не поехало. Мы отправляем, и опа, что мы видим? Мы видим, то, что окошечко всплыло, даже два окошечка, потому что у нас два поля, и оно в два разных места подтягивается, соответственно, мы два раза вызываем alert, вот они. и чтобы убедиться, что это действительно XSS, что это storage, XSS, мы должны обновить страничку, и при загрузке этой странички мы видим, что ага, действительно. Дальше что? Дальше мы кликаем дайте мне следующий уровень, бот проверяет, что вы действительно нашли XSS, и нас перекидывает на следующий уровень. Вот так это работает. И сейчас вам предстоит перейти на сайт contour-gazen.bac.ru. А, да, еще я должен вам показать, что на самом деле тут есть еще страничка, где вы можете посоревноваться с другими пользователями. А, она уже выведена, да, 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 она выведена, все уже на... А, нет, не выведена, нет, извиняюсь. В общем, страничка leaderboard.php, и те, кто наберут больше всех баллов здесь, кто больше всего по уровню продвинутся, они получат какие-то подарки от нас. Я бы хотел сказать, первые четыре человека. Да, первые четыре. Первые четыре человека. Вот. Теперь, мне бы как-то вернуться, вернее, мне бы как-то скинуть презентацию. Как это лучше сделать, можно? Просто сейчас людям, наверное, захочется где-то вернуться к презентации в какое-то место посмотреть. Ваня, ты можешь скинуть его в телеграм-чатик. Ага, в телеграм-чатик, отлично. Сейчас, одну секунду. Вот, сайт вам нужен contour-gazen.bac. Ты можешь скинуть все. Во-первых, площадка уже в телеграм-чатике, а вот презентацию и payload, самое главное, ты уже можешь скинуть сейчас. И ребята, обладая этим payload-ом, могут... Я скину только... Там не везде можно пройти payload-ом, чтобы был какой-то соревновательный момент, на самом деле. Вот, ребята, казалось бы... Где-то надо подумать, где-то надо подумать самому. И дашборд. Ссылочку на дашборд тоже кидай в телеграм. Да-да-да, точно, отличная идея. Я в телеграм закину тогда ссылку на практику, ну, сразу вместе с ссылкой на дашборд. Там вы сможете посмотреть, собственно, как идут дела у ваших коллег на другом конце страны. Дима, ты замьючен. Дима, тебя не слышно. Ваня сейчас кинул чатик в quarantine talks. И вы можете понять по названию презентации, что это 18-я версия. 18-я версия презентации. Понимаете, мы с каждым разом вот вытачивали и добавляли ну, плюс один к версии. Так вот, получается, квинтэссенцию какого-то чистого знания. Это стоит ценить. Так что... Да, ребят, давайте, удачи вам. И если вам нужна помощь, пишите в чат. Мы здесь готовы даже один на один в отдельной комнате, помочь вам с расшариванием экрана, если вам какой-то момент непонятен или что-то тяжело дается. Вот, мы готовы помогать. Вот, пишите. Встретимся с вами через час. То есть, сейчас по Москве 18 часов 50 минут, через час, получается, в 19 часов 50 минут мы будем уже подводить разбор задач. После разбора какие-то итоги. И, как сказал Ваня, не стесняйтесь задавать вопросы. Если что-то не получается, если вы столкнулись с какими-то сложностями и не понимаете, как пройти дальше, не стесняйтесь писать. Мы здесь для этого и собрались. А сейчас Ваня расскажет о том, как же надо было находить уязвимости и какие уязвимости вы не смогли найти. Ваня, поджигай. Да, да, спасибо, Дим. На самом деле, я расскажу просто как один из вариантов. На самом деле, уязвимости можно было найти разными способами, но я покажу один из, самый простой. Я, на самом деле, если честно, даже не помню наизусть, что, как решается, поэтому я буду, можно сказать, по-честному, вслепую с вами как первый раз проходить. Так, первый уровень я здесь уже прошел, он был довольно стандартный, там достаточно было просто скрипт или р-скрипт ввести в имя и комментарий. Собственно, давайте посмотрим, что у нас во втором уровне. Для начала я просто ввожу какой-то текст для того, чтобы понять контекст, с чем я имею дело здесь. Ага. Так, по какой-то причине у меня не хочет искать совпадение вот этот вот Chrome, но на самом деле здесь два раза попадает внутрь тегов разметки, то есть между strong и между p-тегом и один раз попадает вот сюда вот в тег alt. Такое часто бывает, когда, например, картинка, там, аватарка не прогрузилась, разработчики хотят показать хоть что-то, например, имя этого пользователя. Для этого они в alt пихают, собственно, имя этого пользователя. Это абсолютно нормально, часто такое бывает. И что я здесь попробую? Так как у меня есть два попадения в тег разметки, я добавлю что наш iFrame сработает, не сработает. Не сработало. Если бы сработало, я бы увидел алерт. Но на всякий случай проверить можно, в принципе. Сейчас. Проверить, что оно заэнкодилось, то есть edit as html. И да, мы видим, что угловые скобки на самом деле превратились в html-энкете этих угловых скобок, то есть ampersandlt, ampersandgt. Значит, уязвимость не здесь. Значит, нужно сконцентрировать свое внимание на вот этом alt. Для этого что? Достаточно выйти из, собственно, этого атрибута. Для этого я добавляю одиночную кавычку, двойную кавычку. И я хочу через iFrame вызвать алерт. Я добавляю еще, скрываю еще угловую скобку. Сработало. Давайте посмотрим, что именно сработало. Ну да, двойная кавычка сработала. То есть у нас здесь остается одинарная кавычка внутри значения атрибута. Дальше мы закрываем этот атрибут, закрываем тег img и открываем iFrame. Прикольно. Пойдем на следующий уровень. Так, здесь абсолютно все то же самое. Вводим QQ, смотрим, куда мы попали. не могу первое совпадение найти какой-то баг в хроме. Ладно, но неважно. В общем, здесь разница в том, что мы попадаем не только в теги разметки, а еще и внутрь тега скрипт. То есть, как мы помним, есть внутри тега скрипт два способа получить CSS. Первый — это закрыть этот тег скрипт и открыть какой-то свой html тег. Например, iframe. Ну и давайте так и сделаем. И на самом деле этим payload мы попадем сразу в три контекста. То есть, мы проверим автоматически вот эти вот два места, где у нас тег разметки, потому что туда iframe вставится, и заодно проверим вот это место, попробуем закрыть тег скрипт. Ну, сразу сработало. Давайте посмотрим, что же сработало. Ну да, мы закрыли тег скрипт вот здесь. Вот можно увидеть, что вот этот текст вызвал ошибку на самом деле. Сейчас так. Ладно, ошибок много, но, в общем, одна из них принадлежит именно вот к этому куску, то, что здесь возникла ошибка. Это не выполнилось как JavaScript, но мы закрыли этот тег и открыли свой html тег и фрейм. Соответственно, он выполнил alert уже. Так, следующий уровень, четвертый. Абсолютно то же самое. Вводим текст, смотрим, куда он попал. Так, но он попал опять же два раза внутрь тегов разметки. Это вот эти вот два места, они такие дефолтные. И новое место здесь это тег стайл. Как мы помним, стайл тоже нужно закрывать, потому что все, что внутри тега стайл, это css. То есть, браузер считает вот все, что вот внутри открывающего и закрывающего тега стайл, как css, и никак не рендерит их как JavaScript или HTML. Для этого нужно закрыть оригинальный тег стайл и открыть уже свой тег iframe. Сработало. Давайте на следующий уровень. Пятый уровень. Вот. Говорили многие задержались на нем. Сейчас посмотрим, почему. Так, что у нас есть? У нас опять же тег разметки, тег разметки, и опять мы попадаем внутрь атрибута alt. Давайте попробуем сделать все то же самое, что мы делали в прошлый раз. Сработает оно, не сработает? А, тут мне не получится. Сработало. А почему так много людей на нем остановились? Давайте посмотрим. Так, сейчас. А, да, потому что здесь используются одиночные кавычки. То есть, смотрите, сейчас будет на самом деле еще одно объяснение сложной механики браузера, но независимо от того, какой, вот смотрите, я вам говорил, что мы открываем F12 и работаем с домом, но мало кто знает, не, наверняка многие знают, что код страницы можно смотреть еще через Ctrl-U или просмотр кода страницы, вот так вот, View Source. И здесь, если мы посмотрим на вот это место, как оно называется, New Comments Info User Pick, вот, мы увидим, что, так, подожди, а, нет, здесь тоже двойная кавычка. Да, здесь немножко я облажался, здесь двойная кавычка. Да, в общем, одиночная кавычка тут ничего не делает. Мы закрываем двойной кавычкой атрибут, и дальше наша угловая скобка энкодится. То есть, нам нужно подобрать обработчики событий, чтобы запустить здесь JavaScript. у тега emg есть такой атрибут, то есть, что нам здесь нужно сделать? Нам нужно здесь поставить пробел, то есть, вот мы как бы вот тут вот начинаем, мы ставим пробел, и дальше мы можем вызвать этот, обработчик события. У emg это есть onError. Давай, onError, например, alert. Одиночный. Но, на всякий случай, так как здесь CRC уже определено, и картинка face.png будет всегда загружаться, то есть, она всегда будет грузиться, и мы всегда будем ее видеть, и никогда события onError не сработает, мы на всякий случай добавим еще события onLoad. Если вы напишите... А, мне не хватает места. Ну, хорошо, тогда мы вот так вот сделаем. Если вы добавите два обработчика события в один и тот же элемент, ничего страшного, вы можете хоть на все события подписаться, ничего страшного не будет никогда. Ну, вот, один из этих, один из них сработал. То есть, вот если мы сейчас посмотрим... Так, нет. alert. Так, где-то. Вот. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Да, вот. То есть, мы вышли из атрибута alt и создали свои атрибуты onError и onLoad. Один из них всегда будет работать, потому что картинка не может ни загрузиться, ни не загрузиться. Это невозможно. Она либо загрузилась, либо нет. То есть, одно из двух событий всегда срабатывает. И, соответственно, снова мы подписываемся на эти события. И если событие происходит, то выполняется alert. Попросим следующий уровень. Надеюсь, это всем понятно. Если непонятно, пишите в чат. Дополнительно рассмотрим. Так, шестой уровень. Тут я уже вообще не помню, что было. Так, смотрим. Так, мы попали внутрь тега разметки. Мы попали внутрь этого, тоже тега разметки. И мы опять попали в alt. И вот здесь как раз, как я помню, ну, смутно, будет работать абсолютно все то же самое. И сейчас я объясню, почему. Так, мне опять не хватает символов. Да, оно сработало. Сейчас объясню, почему. если мы посмотрим на, так, сейчас, вот, на эту картинку, мы увидим, что наша двойная кавычка, она заэнкодилась в html.entity, вернее, синтезировалась в html.entity, в квот. А одиночная кавычка каким-то образом закрыла двойную кавычку. То есть, здесь мы видим, что у нас есть двойные кавычки, которые обособляют атрибут alt. и если мы пропихнем просто двойную кавычку, она энкодится, синтезируется. Но, одиночная кавычка, почему-то здесь, нам отображается как двойная. И вот здесь как раз нам интересно посмотреть просмотр кода страницы. Найдем этот же элемент. Вот он. И тут мы видим, что на самом деле в исходном коде страницы используются одиночные кавычки. То есть, у браузера есть небольшая неконсистентность между тем, что в исходном коде является этим, так сказать, обособителем атрибутов и тем, что он показывает в дом. То есть, в дом он всегда показывает двойную кавычку, несмотря на то, что там одиночная кавычка в исходном HTML. И здесь, конечно, вот как раз тот случай, когда нам и нужна одиночная кавычка. Так, ну здесь мы запустили alert. Да, мы запустили alert. Можно. следующий уровень просить. Седьмой уровень. Опять же, если непонятно, что-то, как я объясняю, можете писать в чат. Рассмотрим еще раз поподробнее какие-то моменты. Так, здесь аж четыре места. Куда мы попадаем? Мы попадаем внутрь тега скрипт. Мы попадаем внутрь тега разметки, внутрь тега скрипт и внутрь тега разметки. Наверняка еще раз, да. Да-да-да. Вот сюда вот. что здесь можно сделать? Как в прошлом случае, давайте попробуем закрыть тег скрипт. Не закрылось. Не сработало. Почему? Надо посмотреть. Да, у нас заэнкодились угловые скобки, и из-за этого мы не смогли, собственно, вставить наш закрывающий тег скрипт. Но, как мы уже знаем, на самом деле не обязательно закрывать тег скрипт для того, чтобы выполнить нашу функцию желаемую, джава скриптовую. Достаточно продолжать писать текущий джава скрипт. И здесь я вижу, что мы попали внутрь обозначения переменной. Так, ну-ка, я сейчас увеличу, если кому-то не видно. Вот, я извиняюсь, что не сделал этого раньше. В общем, вот здесь мы попадаем в... Ладно, надо поменьше. Вот здесь вот мы попадаем внутрь обозначения переменной, которая обозначается, вернее, обосабливается одиночными кавычками. И тут уже мы можем увидеть, что одиночные кавычки, они как бы закрыли вот это вот место, и здесь должно возникнуть синтаксическая ошибка. Мы убедимся. Так, сейчас, секунду. Unexpected identifier. Скорее всего, это оно. Да, это оно. Вот, здесь возникла джава скриптовая ошибка, и оно нам даже в консоли отобразилось. Соответственно, этот код не выполнялся. Наша задача в этом случае продолжить джава скрипт вот с места, где мы начали одиночную кавычку писать вот отсюда, таким образом, чтобы эту ошибку подавить. То есть, что мы делаем? Мы пишем переменная курия, одиночная кавычка, точка с запятой, это важно. Далее, alert вызываем, точка с запятой, это важно для синтаксиса. И два слоша. Два слоша, это закомментирую все, что дальше. Таким образом, получается у нас такой пилот. Мы его вставляем, он отрабатывает. Да, он отрабатывает нормально. И просим следующий уровень, потом. Так, уровень 8. Тут у нас что? Да, здесь нам нужно обратить внимание на то, что у нас в урле появился параметр redir. Что он означает? Обычно параметр типа redir, return url, еще какой-нибудь back url, они все работают двумя способами. Первый, это они redirected сразу, то есть вот эта страничка видит, что ей передан параметр redir, и она тут же redirected просто как иди дальше, типа 302 код ответа, вот твой location, вот это вот место, HTTPS иди туда, или или redirect может происходить после какого-то события, например, после нажатия кнопки назад или вернуться. Здесь было бы странно, если бы redirect был сразу при переходе, потому что нас никуда не средиректило, на всякий случай введем HTTPS, не знаю, example.com, может быть, нас redirected, нет, нас не redirected, давайте попробуем оставить комментарий, тут нас redirected, надо посмотреть, что, почему это вообще произошло, ну, мы для начала, естественно, поищем наши эти строки квикве, но мы видим, что есть два совпадения, это вот как раз, два совпадения, это как раз вот эти вот два места, то есть вот первое место тут, второе место тут, давайте их быстренько проверим, есть ли там отсутствие санитизации на эти символы, так, нас опять перекинуло на example.com, видимо, эта штука работает так, что после того, как ты отправил сообщение, тебя redirected на адрес, указанный здесь, соответственно, как я уже говорил, давайте еще раз посмотрим, кстати, найдем этот example в странице, мы его не видим, значит, он где-то в JavaScript, в JavaScript кладется, соответственно, что мы можем сделать, мы можем попробовать ввести JavaScript alert сюда, и попробовать просто засубмитить, alert выполнился, то есть, после клика на эту кнопочку срабатывает какой-то ивент, который перекидывает нас на адрес, указанный здесь, и так как мы видим alert, значит, оно происходит на стороне JavaScript, ну, соответственно, бот, естественно, заточен под этот случай, и он вернет нам уровень, как только мы ему передали в параметре redirected JavaScript alert. Так, это какой уровень? Уровень 9. О, здесь появился markdown. Здесь, на самом деле, тоже подобный способ эксплуатации, но здесь мы хотим оставить ссылку, то есть, мы хотим оставить ссылку, например, на example.com первую, и вторую ссылку мы хотим оставить на JavaScript alert, но вместо кавычек, вернее, вместо скобочек мы хотим здесь указать бактики, потому что, я напомню, если мы здесь укажем скобочки, JavaScript alert, то вот эта вот скобочка, которая закрывает при вызове функции alert, она закроет вообще URL, собственно, на который эта ссылка должна вести, и у нас получится, что адрес, на который ведет эта ссылка, JavaScript, твоеточие, alert, открывающаяся, скобочка, но без закрывающейся, потому что закрывающая, она не попала под проверку. Соответственно, я использую бактики. Отправляю и смотрим, кликаем первую ссылку, нас перекинул на example.com, вторую ссылку, получили, собственно, alert. Ну, этого уже достаточно для того, чтобы боту сдать задание. получили следующий уровень. Это какой? Это десятый. Так. Посмотрим, что здесь. Ну, здесь попадают всего лишь в два места, и эти места, это как раз вот это вот имя и комментарий. Что мы можем сделать? Iframe unload alert обрезалось. То есть, мы ему четко ввели iframe unload alert, но он его обрезал. Здесь мы еще не знаем, на каком уровне он, собственно, вырезает вообще эти, вот это вот iframe unload alert и по какому принципу. Для этого что мы сделаем? Мы откроем вкладку networks и посмотрим, какой HTTP-запрос отправляется. То есть, если кто-то сейчас первый раз об этом слышит, я расскажу быстро. Каждый раз, когда мы кликаем кнопку отправить, на сервер отправляется HTTP-запрос, который содержит, так, сейчас, вот он. Так, надо поменьше сделать. Вот, отправляется пост-запрос, который содержит в себе детали, собственно, имя и текст. Далее, эти значения сохраняются в базе данных и привязываются вот к вашему уровню, к вашему идентификатору, чтобы, собственно, обеспечить такой уникальный опыт для каждого пользователя. И здесь мы видим, что в параметрах в запросе оно отправляется как есть, никак не обрезается, никак не синтезируется, а значит, что проверка, вернее, обрезание происходит этой строки, происходит на серверной стороне. То есть, сервер принимает вот этот HTTP-запрос, такой видит, ага, тут какой-то IFrame, какой-то HTML-тег, я его вырежу. Вырезает его из строки и сохраняет в базу уже вырезанным. То есть, там просто вот слово кве-кве без вот этого тега. Здесь, что мы можем подумать, мы можем подумать, а по какому принципу вообще оно понимает, что ему надо вырезать из строки, а что нет. На ум приходит какая-нибудь регулярка. Например, все, что между, соответственно, все, что подходит под паттерн, открывающая угловая скобка, что-то там, закрывающая угловая скобка. Давайте попробуем. Для этого, а, да-да-да, под паттерн, типа, открывающая угловая скобка, все, какой-нибудь текст и закрывающая угловая скобка. Тут мы что хотим? Мы хотим убедиться. Просто для этого создадим какой-нибудь тег кве, если он вырежется тоже, значит, мы правы. Он вырезался. Если бы мы видели вот этот вот тег кве, который не является настоящим html-тегом, соответственно, способ, которым сервер определяет, какой текст вырезать, он был бы другой. Там, например, если вот это именно html-тег, если это именно тег iframe или тег скрипт, то вырезай его. Но так как кве тоже вырезался, значит, там какая-то универсальная регулярка, наверное. Но для такой регулярки, я уже говорил, у нас есть тег iframe, который не обязательно закрывать. Собственно, как раз для таких случаев мы не хотим закрывать наш тег никогда. И оно работает. Вот. Просим следующий уровень. Получаем 12-ый. Так, это 12-ый. Нет, это 11-ый. Но он, кажется, последний. Так, смотрим. Опять же, как всегда, набираю кве, отправляю и смотрю в этом в коде, в сколько места оно попало, в какие контексты. А, нет, 12 уровней. 12 уровней, да. Извините. Наврал немного. Так, и здесь мы попали внутрь HTML-комментария. Как мы уже знаем, чтобы выйти из HTML-комментария, надо выйти из HTML-комментария, написав закрывающий, собственно, закрывающий символ для HTML-комментария. Это два дефиса и закрывающая угловая скобка. И дальше уже можно писать наш пейлот. Сработало. Достаточно было выйти из HTML-комментария. И даже вот этот пейлот, он сработал бы и на другие контексты тоже, потому что они в тегах разметки, вот, имя и комментарии. Так, последний уровень, 12-ый. На этот раз точно последний. Все то же самое, квик-вик-вик-вик-вик, отправляем. Ищем, в какие места у нас вставилось. Так, на самом деле, в три места. В три места вставилось. В теге разметки. Вот в два тега разметки и в alt. Опять в alt. Картинки. Давайте попробуем все, что мы знаем. Так. Вот примерно такой пейлот. То есть мы что попробуем здесь? Мы попробуем попасть в два тега разметки, вот, незакрытый myframe and load alert. Мы попробуем выйти из атрибута одиночной кавычкой двойной кавычкой. Мы попробуем записать наш атрибут кью. Мы попробуем выйти из EMG. И оно должно, в принципе, попасть в все три этих контекста. Сейчас посмотрим. Так. Не попало. Не выстрелило. Давайте разбираться. Так. У нас вот есть alt. Ага. Да. В alt попали наши кавычки, но двойная кавычка синтезировалась в квот. То есть она не является двойной кавычкой для браузера. Соответственно, все это значение это просто текст alt атрибута. Оно никогда не выполнится браузером. Дальше мы смотрим на два других контекста. Здесь синтезация тоже есть. Тоже есть синтезация. Но один момент. Мы видим, что все синтезируется и идей нет на самом деле больше. Как вообще можно как можно получить XSS в этом месте? Вроде бы все безопасно, все секьюрно. Наш пилот нормально вставился. Но я упоминал, что иногда бывает, редко, редко бывает, что синтезация проводится только по первому совпадению. Здесь же мы эту ситуацию никак не рассматриваем. Поэтому мы добавляем еще одну кавычку, одиночную и двойную кавычку. Мы добавляем на всякий случай еще по одной угловой скобке. и попробуем так. Сработало. Видимо, здесь тоже синтезация была только по первому по первому совпадению. Ну да, да, да. Вот у нас получается как? У нас была первая кавычка, которая синтезировалась и вторая кавычка, которая не синтезировалась. Скорее всего, это из-за того, что разработчик не подумал, разработчик не почитал документацию и использовал функцию replace. вместо replace.all и из-за этого допустил XSS-уязвимость. Так. Ну и все, я прошел игру. Большого уровня нет. Надеюсь, вам было интересно проходить. Надеюсь, вам понравилось и всем было весело. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.